ну что друзья приветствую вас у нас с обертом гостях да мы пропали пропали надолго и просим за это прощение потому что были дела которые мы должны были сделать и а за другими делами появляются еще дела и так вот нескончаем не скачает нескончаемая цепочка но хочу сказать что я скучала по вам и приготовила для вас новинки их очень много и буду вас стараться баловать так как перед рождеством и новым годом очень много забот по дому по хлопоты подаркам и также основная работа и работа по посылкам и все это конечно выбивает из клея ну перед вами такой вот шедевр это двадцатые годы и сейчас вам приближе поближе меня несколько раз мелькали такие предметы наверное попадались они пару раз может быть может быть 4 вот этот вот сет он он полный в отличном состоянии это двадцатые годы и по-моему это австрии если мне изменяет память очень тонкий фарфор самое главное обратите внимание как это все сделано то есть внутри вот этого графина крошечку подержим покажу вам внутри этого графина такая вот бареринка ну и ножка вот этих вот ликерный стаканчиков это тоже бареринка из художественного стекла вещь очень редкая если бы не наши знакомые я думаю чтобы возможно мы не встретили никогда однажды я видела это в антикварном магазине в городе панберге шикарный магазин у меня где-то даже есть видео мы снимали через окошко потом попросили хозяев и они нам подарили каталог но снимать все таки не разрешили вот эта вещь такая вот уникальная следующие блюда это мануфактура алька и это большой сет но продаваться будет все отдельно и вы сейчас я вам все это покажу вы увидите насколько это прекрасно и состояние прям вот ну хорошие да есть какие-то легкие потертости гальваники серебра это все ручная роспись тем более вот эти все цветочки вы видите да что они все прощупываются видно что нанесено вручную роспись вот этих листочков роскошный малиновый цвет бордо блюдо конечно фантастическое есть еще такой же сервис в общем я не буду сбегать вперед вы все это посмотрите блюдо 30 сантиметров мануфактура я вам сейчас покажу прекрасное роскошное блюдо решила соединить все части потому что сначала сделала фотографию вазу отдельно вот это ваза и блюдо они продаются отдельно от этого сервиса сначала подумала что когда покупала и заказывал по фотографии что это мог бы сервис но оказалось что нет и чашечки они 100 миллилитров то есть такой знаете средний между мог и и кофейными чашечками состояние можно сказать прекрасный потому что этот сервис первая половина двадцатого века мануфактуры алька это гальваника серебра и есть незначительные потемнения на на серебре но который я не возьму счистить потому что не умею хотя мои клиенты когда покупали мне предметы из гальваники серебра они это как-то очищали и мне все это сверкало то есть это не покрытие металлом а это гальваника серебра то есть снова напыление серебром чтобы не путали значит вот такая вазочка она 25 сантиметров все конечно это все из одного сервиса я думаю что есть были другие предметы и пока еще не дошла здесь будет роскошная бомбонерка которую я вам тоже покажу но может быть чуть позже потому что все это идет в коробках и искать бомбонерку то есть боюсь расколотить уникальный фарфор ну в общем вот как то так давайте рассмотрим эти прекрасные вещи посмотрите какие изящные ручки ножки юбочка вернее и ручная роспись а самое главное этот насыщенный малиновый бордовый цвет как же приятно достать от сервис и утром на террасе в летний в осенний или зимний даже время насладиться в компании друзей под легкую музыку почтение поэзии или просто при свечах глядываясь в свой сад либо вид куда-то далеко уходящий ну все я размечталась выпивать кофе перед вами сервис в отличном состоянии хотя это где-то ближе к середине 20 века это германия великолепные формы цвет слоновой кости и это мануфактура хайнрих и у нее всегда удивительно тонкий и качественный фарфор не часто встречаются они но если и встречаешь что это сервиза конечно изумительной красоты вот такой выполнен рисунок по золоту очень тонкая тоже работа и причем состояние вещи просто изумительное это сервис на 10 персон наверное все таки было когда-то 12 а может и того больше но вот целый сервис на 10 персон присутствует молочник смотрите какие формы изящны казалось бы ничего ничего сложного но это такая линия как будто бы это изгиб шеи лебеди все это очень красиво смотрится дальше идет он баннер к причем вы знаете сервис использовали ведь еще есть остатки сахара я была потрясена что каждый вот это вот тарелочка почему и состояние такая хорошая было бы было сейчас я текундочку достану извиняюсь была проложена вот такой вот войлочной тряпочкой и и причем не просто вырезали и положили а я еще и обшили вот представляете вот это вот немецкая аккуратность я была парик поражена вот именно сохранились вот эти вот тряпочки на большие тарелочки несколько штук под блюдца и я подумала боже а сколько было времени у человека чтобы она сидела каждую вот эту вот тряпочку обшила еще мало того и обложила весь сервис чтобы он не портится не портился фарфор очень тонкий и он на просвет вот даже ответе сейчас он просвечивает даже вот печать клейма я ясно выражается что следующий нас вот такая красота но вот эту лампу мы покупали в пару под заказ и обратите внимание насколько из баклитов они насколько на прекрасные как хорошо прописаны картины вот телефон не так ярко передает если мне кажется поставить лампочку поярче то конечно будет еще ярче выражаться в эти картинки вот как можно из фарфора сделать вот такую вот красоту причем вот видите мы выключаем они чисто белый-белый-белый показал по секундочку вот видите они чисто белые будут а когда включаем происходит вот такая вот красота сейчас я покажу еще следующую картинку вот это у нас шерхольц эти банты дерево я не знаю посмотрите но все корзина даже вот это переплетение на корзине насколько пуговицы у него как это они сделали это вот немыслимо просто просто немыслимо а эти это у нас дициндорф середина 20 века посмотрите здесь целая сценка охота вот видите леса вот во первых вот здесь вот рельефный рисунок видите наверно так будет видно они одинаковые только рельефный рисунок разный и сама литофания разная красотища восторг неописуемо такая одна лампа пришла у нас разбитые за этими лампами мы ездили специально во франкфурт чтобы забрать их потому что настолько были расстроены потому что эти вещи не дешевые и не стоит даже не одну сотню вот и мы поехали во франкфурт забрали эти лампы то конечно лампа пришла безвозвратно потеряно видите просто от обидно до ужаса такую узкую коробку положили лампу и она в результате в дребезги и не докажешь они говорят что они упаковали очень хорошо ну ладно